Галина Климанова спрашивает, когда созревает урожай ремонтантной малины «Оранжевое чудо» при полной обрезке осенью. В условиях Брянской области первые ягоды в этом году появились в конце августа. Зависит начало созревания «Оранжевого чудо», конечно, от погодных условий. В этом году, когда июнь был очень жаркий, ремонтантные сорта отрастали очень медленно, поэтому цветение их запоздало. И созревание ягод у них массовое тоже началось в этом году, где-то в конце августа, начале сентября. Если благоприятные условия первой половины лета, то «Оранжевое чудо» созревает в условиях Брянской области, начиная с 20-го примерно августа и далее до самых морозов плодоносит. Город Омск. Уже четвертый год ждем урожай на Брянском Диве. Ну, скорее всего, просто не хватает у вас тепла для того, чтобы этот сорт проявил себя. У нас в условиях Брянской области он ведет себя хорошо, созревает. Это сорт Ивана Васильевича Казакова, покойного профессора. Значит, он не для вашей зоны. Поросли дает много, да? Поросли он дает много, вы пишете. Новые побеги выше двух метров, а цвести не собирается. Да, не хватает, скорее всего, не хватает положительных температур. Но попробуйте, попробуйте его вести как обычную. Как обычную малину, когда побег остается незацветший. И на следующий год он должен дать плодовые ветки и заплодоносить у вас. Попробуйте. Опять же, если не подмерзнут цветочные почки. Все-таки климатические условия Сибири гораздо более суровые, чем у нас. И малина может вести себя тем более ремонтантно и нестабильно. Ирина Савелина спрашивает. Малину вырезает по осени. По-видимому, ремонтантная у вас малина. Весной оставляет 3-4 сильных побега. Но весной появляются новые побеги, и они, как правило, слабее побегов оставленных. Вы их удаляете, совершенно верно. Если вам не надо размножать, то, конечно, вы их удаляете. И они действительно часто не успевают отплодоносить, поздно цветут эти мелкие побеги. Делаете вы все правильно. Спрашиваете, до какого времени можно оставлять хорошие побеги, чтобы они успели отплодоносить. Обычно хорошие побеги у вас зацветают в июне месяце. В конце июля, начало августа, а в Московской области, скорее всего, даже в конце августа, начинается плодоношение вот на этих сильных побегах. После плодоношения вы ремонтантную малину срезаете полностью. И весной идет отрастание побегов. Оставляйте сильные, слабые все тоньше карандаша удаляйте. Квашин Александр спрашивает, когда лучше делать обрезку обычной малины? Дело в том, что обычная малина плодоносит на стеблях прошлого года. Вы эти стебли в августе месяце, отплодоносившие, сухие, полностью до земли вырезаете. И оставляете молодые побеги, которые выросли в течение лета. Не более 10 штук на квадратный метр. И все эти побеги должны быть толще карандаша. Все тонкие, слабенькие, искривленные побежки вырезаете. Молодые побеги укорачивать можно, если они очень длинные. Но лучше укорачивать их весной. Потому что если вы с осени укоротите побег, выросший в течение лета, однолетний, да еще будет неблагоприятная зима, то у вас верхушки будут подмерзшие в любом случае. Поэтому я советую уже верхушки до сильно развитой почки укорачивать именно весною. Весною, апрель месяц, оно уже хорошо видно, почки набухают. И верхняя часть побега, там где почки мелкие, где уже морозом прихвачены, потому что верхушка, как правило, у малины вызревает слабо. И вот эту верхнюю часть иногда приходится срезать 10 см, иногда 15, иногда 20. Все зависит от условий перезимовки. Вы пишете, что у вас малина вырастает более 2 метров. Значит, у вас хорошая почва, мощно растущий сорт, влаги достаточно. И смотрите по состоянию, по состоянию верхней части однолетнего побега. Сколько обрезать именно весною. Спрашивают, чем отличается хлороз малины от нехватки железа. Ну, хлоротичный лист на малине чаще всего бывает именно при дефиците железа, при дефиците меди, на легких песчаных почвах, на торфяниках. Поэтому подкормку делайте. Делайте подкормку не просто суперфосфатом, калийной солью, а покупайте, сейчас есть удобрения с насыщенными микроэлементами, чтобы там было и железо, и медь, и цинк. Раз хлоротичный лист, значит, чего-то не хватает из микроэлементов. Но может и нехватка азота быть на песчаных почвах. Спрашивают, как бороться с израстанием, когда из одного куста идет пучок мелких побегов. Вы знаете, это очень неприятное вирусное заболевание. Бороться с ним бесполезно. Надо кусты выкопать и сжечь эти кусты. И на другом месте посадить уже здоровый посадочный материал. С израстанием эффективной борьбы нету. Это вирусная болезнь. Просто уничтожать, еще раз повторяю, больные растения, сжигать их и удалять с участка. Из Башкирии пишут, где холодная короткая осень. Половину ремонтантной малины под зиму удалили на пенек. А у второй половины оставили однолетние побеги. Урожай был только на оставленных побегах. На второй половине побега побеги отросли, но урожай дать не успели. Ну, по-видимому, урожай не успела дать малина ремонтантная из-за климатических условий. Но опять же, вот вы пишете, что срезали на пенек. Срезайте полностью, оставляйте, ну, там, 2-3 сантиметра от земли. А если вы оставляете 20-30 сантиметров от земли, 40, то у вас плодовые ветки по осени пойдут. То есть не по осени, а по весной пойдут. И это будет в ущерб, в ущерб плодоношению. Ну, а с болезнями на ремонтантной малине можно бороться так же, как на обычной, но когда нету цветения и плодоношения, когда идет только процесс отрастания. Хотите попробовать ремонтантную малину выращивать как обычную? Ну, дело в том, что ремонтантная малина вырастает однолетний стебель у нас в условиях Брянщины, зацветает. Зона цветения бывает от 10 сантиметров у старых ремонтантных сортов до метра и более у новых сортов селекции Кокинского опорного пункта. Если этот стебель у вас не плодоносил и перезимует, то пусть плодоносит и будет плодоносить на следующий год. Но все зависит от зимних условий. Малина теряет цветочные почки при температуре ниже минус 25, а у вас в Башкирии это возможно. И еще цветочные почки могут погибнуть при перепадах температур. Если температура была минус 10, минус 15, а потом плюс 2, а потом опять минус 20. И у вас оставшиеся побеги высохнут просто, останутся без урожая. Это тоже одна из причин низкой урожайности малины в зоне с континентальным климатом. Сорт «Оранжевое чудо» плодоносит понемногу. Все лето до осени. Нет выраженных периодов плодоношения. Скорее всего, это связано с тем, что вы стебли срезаете не до земли, а оставляете небольшой пенек сантиметров 30-40. И вот на этом пеньке у вас сначала идет плодоношение летом, как у обычной малины. А на тех побегах, которые вырастают в течение лета, формируется ягода уже к осени. Так, Людмила Ивановна спрашивает. «Ремонтантная малина плодоносит сейчас. Многие стебли бурачного цвета гибнет. Что делать?» Ну, вы знаете, ремонтантная малина, так же, как и обычная малина, сильно поражается побеговой галлицей, когда у основания побега образуется вздутие, и там личинки развиваются, и этот побег усыхает. Вторая причина – это личинки майского жука, которые подгрызают корни, и побег тоже буреет и высыхает. Пересаживать? Пересаживать, если у вас она нормально чувствует, и отдельные побеги хорошие, то нет смысла пересаживать. А вот если это массово проявляется, то, конечно, лучше молодую поросль весною, которая перезимует, пересадить на другой участок. И провести с осени на старом участке искореняющую химобработку. Ну, а с личинками галлицы трудно бороться. Вылет происходит их весною, и если весной до цветения вы обработаете любым инсектицидом, может в какой-то степени и снизить и запас этого насекомого. Галлица, она типа комарика, и развивается в загущенных посадках. Поэтому старайтесь, чтобы посадки у вас были проветриваемые, и не оставляйте много стеблей, чтобы не было внизу загущения. Для галлицы, как для малинного комарика, для них главное, чтобы была влажность высокая, воздуха и тень. Поэтому надо держать малину незагущенными полосами. Вообще рекомендуют, чтобы полоса малины была не шире 20-30 сантиметров, и оставлять стебли толще карандаша. Все мелкие, скривленные стебли лишние вырезают. Так, и теперь вопросы, связанные с посадкой. Если весной пересадить куст малины с комом земли, нужно ли его обрезать? Вы знаете, я всегда рекомендую при пересадке малины делать укорачивающую обрезку. Смотрите по состоянию растений. Дело в том, что у малины корневая система от маточного куста отходит очень далеко. В глубину она распространяется сантиметров на 50, а в ширину на 2, иногда и 3 метра. Есть даже такая русская поговорка, хочешь насолить соседу, посади рядом с ним малину. Поэтому то, что вы выкапываете куст с комом земли, это не значит, что вы захватили всю корневую систему, которая питала этот куст. Поэтому мой вам совет, при весенней пересадке укоротите. Укоротите хотя бы до 40-50 сантиметров надземную часть. А уж если вам надо ягоды получить на побегах, и вы смотрите, что у вас почки сильные, ну хотя бы тогда укоротите до метра, чтобы хотя и ягоду еще получить в этом же году, когда вы пересаживаете. Вот не указано из какого региона, а вот из Нижегородской области вопрос, обязательно ли обычную малину на зиму пригибать к земле и укрывать. Вы знаете, когда в 70-е годы я училась в Тимирязевке, мы на практике в Москве малину на зиму пригибали. Были сорта недостаточно зимостойкие. Когда были созданы профессором Иван Васильевичем Казаковым сорта типа бальзам обычной малины, типа гусар, вольница, которые выдерживали морозы в средней полосе, малину перестали укрывать. И сейчас у нас на Брянщине никто не пригибает и не укрывает малину. Она нормально перезимовывает. Вот. Если у вас сорта нашей селекции, в Нижегородской области они, по-моему, все прекрасно показали себе. И не надо их пригибать на зиму и не надо укрывать. Это не виноград. Еще раз повторяю, малина легче переносит ровные зимы, чем такие зимы, как у нас на Брянщине, когда после морозов идут оттепели до плюс двух, плюс трех. Почки набухают, трогаются в рост. Вот тут мы теряем почки. Растение сохраняется, но плодовых веточек на побеге резко уменьшается. Поэтому надо в вашей области оттепели зимой глубокие, несколько реже, чем у нас на Брянщине. Поэтому, мне кажется, у вас нормально будет чувствовать себя обычная малина. Без всякого пригибания и укрытия, если подобрать сорт. Ну, а сорта, которые происходят от новости Кузьмина, старинный русский сорт, еще прошлого века и позапрошлого века даже, те, по-видимому, в вашей зоне укрывали. Укрывали. А современные сорта, они довольно зимостойкие. И растут без укрытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова